Насколько мы даём человеку ощущение, что с помощью объединения он может решить любые свои проблемы, так что значит посадить в нём желание к духовному? Что это значит? Вместе с группой молиться Творцу, чтобы дал им исправление, свет, возвращающий к Источнику. Этот свет придёт к ним таким образом, что они захотят объединиться, чтобы подняться к более высоким ценностям, к чему-то более важному в жизни. Я хочу... Вдруг он начнёт думать, какой смысл жизни? Для чего живут, живут, умирают? Он начнёт чувствовать внутри себя какое-то такое ощущение, что есть что-то. Ты должен это сделать, иначе ты просто перекрываешь его. Объединились, скажем, создали какой-то там кооператив, у них там есть склад, у них там всё дешевле, вместе платят налоги, электричество и так далее. Вот, ну, обеспечили себе жизнь на 30-40% легче. И ты потерял на этом. У тебя была возможность обратиться к ним и через себя связать их с Творцом, и что ты сделал. Ты их просто перекрыл. Так, как бы, выходят два вида работы. Первым я, как бы, их переполняю, а затем я должен без конца молиться о нём для того, чтобы в нём появился хиссерон более высокий. И это действительно более правильное объяснение правилов. Воспитывай отрока согласно путям его. Воспитывай его, но согласно путям, чтобы не оставил путь. Так это называется, что мы приобретаем келем? Да. Да. Потому что ты, у тебя есть уже желание в нём выстроить правильный хиссерон. Как мы делаем с детьми. Я хочу, чтобы мой ребёнок захотел каждый раз вещи более продвинутые, более развитые. Не то, что он знает, что бы захотел, что бы устремился к ним. Воспитание, оно заключается в том, чтобы заинтересовать человека, но мир раскрыть он должен сам. И Творец так сделал. Он создал хиссерон, создал потребность. Но мы должны прояснить эту потребность и правильно её направить.